Олег Алексеевич, добрый день. Мы находимся на площадке ЦИПР и сегодня обсуждаем вопросы цифровизации. И такой вопрос. Как считаете, какое место сейчас занимает цифровизация в вопросе развития региона? Да, добрый день. Цифровизация, на мой взгляд, на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест или один из основных приоритетов деятельности правительства региона, в том числе Чувашской республики. И здесь очень важно, на мой взгляд, осознать, что цифровизация – это не просто перевод в электронный вид каких-то уже известных процессов. И вот именно осознание этой разницы между переводом в электронный вид уже известных процессов и реальной цифровизацией уже измененных процессов, которые позволят, как сократить временные затраты на выполнение того или иного процесса, а самое главное – упростить доведение той или иной задачи до потребителя, имеет важное значение. И поэтому есть такое понятие, как цифровая трансформация. И вот здесь, мне кажется, вот эта синергия вот этих двух составляющих – цифровизация и трансформация – как раз дает нам эффект с точки зрения быстроты, простоты, ну и, конечно же, слаженной работы посредством, может быть, как раз организации проектного принципа работы. Какие идеи, новинки, инновации, представленные на ЦИПРе, вы бы хотели внедрить непосредственно в Чуваши? Ну, мы, прежде всего, на мой взгляд, достаточно подробно поговорили с корпорацией Дом.РФ, который является институтом развития по жилищному строительству, по сопровождению строительства тех или иных объектов в регионах Российской Федерации как институт развития. Конечно же, все это, скажем так, организовывает на основе современных цифровых платформенных решений, в том числе с использованием искусственного интеллекта. И вот, ввиду того, что в рамках Казань-саммита мы договорились о том, что будем плотно взаимодействовать с точки зрения использования цифровых финансовых активов в вопросе реализации проектов, региональных проектов по строительству объектов различной инфраструктуры, этой транспортной, коммунальной, социальной. И вот сегодня мы достигли соглашения о том, что вот эту задачу, такого, скажем, цифрового сопровождения и использования цифровых сервисов на примере Чувашии, попробуем мы реализовать комплексно, то есть все сервисы, все платформы, которые есть у Дом.РФ, распоряжения разработаны Домом.РФ, приземлим на территорию Чувашской Республики и посмотрим, насколько изменится от использования вот этих сервисов и платформ жизнедеятельность Республики, а самое главное, оперативность управления и реагирования на те или иные процессы. Конечно же, все эти изменения очень важно сопровождать большой обучающей программой. Прежде всего, тех людей, которые будут использовать в своей работе эти сервисы, ну и, конечно же, тех, которые будут потреблять, если так можно выразиться, результаты вот этой работы. Поэтому вот об этом договорились, и мне кажется, это очень здорово. А учитывая, что мы все-таки сюда приехали не просто посмотреть, но и представить наши достижения, прежде всего в области программно-аппаратных комплексов, в области цифровизации деятельности, ну, скажем так, предприятий, которые обеспечивают энергосервис, то есть эксплуатируют энергохозяйство, электроснабжение городов, населенных пунктов, ну и, как бы, вот в совокупности это будет очень интересное дополнение и развитие уже наших имеющихся компетенций и практик. Скажите, пожалуйста, как цифровизация помогает вам в вопросе модернизации электросетевого хозяйства? Есть ли какие-то у вас определенные уже успехи, результаты? Да, вот как раз мы продемонстрировали на Ципре отдельные результаты этой большой работы, и мы реализовали вот такой проект, причем этот проект, он включен в перечень проектов по фронтальной стратегии, которые курирует председатель правительства Российской Федерации. Это он называется цифровой энергоэффективный район. То есть на основе оборудования, которое производится в Чувашской Республике, это наши предприятия электротехнического кластера, мы создали систему, ну даже не систему, я бы так сказал, цифровой двойник энергохозяйства микрорайона. И через этот цифровой двойник диспетчера и операторы видят реальную картину, реальную картину функционирования энергохозяйства этого микрорайона или района. И, соответственно, в случае перегрузки каких-то точек, они могут перенаправить потоки через другие федерации. В режиме реального времени, то есть снять напряженные точки, соответствующим образом сбалансировать нагрузку на всю инфраструктуру электросетевого хозяйства. Очень быстро выявлять точки, аварийные точки, инциденты, точное место их расположения. И без выезда бригады перенаправить потоки и обеспечить потребителей соответствующим бесперебойным энергоснабжением. А аварийная бригада в это время уже в обесточенный участок приезжает и ремонтирует. Таким образом сокращаются временные затраты в десятки раз на устранение такого рода аварии. Очень хорошие результаты. Еще много других эффектов, которые уже имеют более специальную терминологию, специальную специфику, которые, наверное, больше понятны специалистам. Вопрос относительно импортозамещения. Как крупные промышленные компании «Чуваши» справились с санкциями? И как сейчас вообще выстроена работа, связанная с этим? Ну, санкции, конечно, еще они влияют на наши предприятия, прежде всего на те предприятия, которые были ориентированы на европейские рынки, прежде всего в части поставки комплектующих. И сказать, что мы полностью их нивелировали, это будет неправда. Но в целом, в большинстве своем, мы с этими проблемами справились, вместе с предприятиями и системообразующими, и маленькими. И мне кажется, здесь нам, прежде всего, помогало вот такое очень тесное общение. Мы с первых дней организовали так называемый клуб системообразующих предприятий, и еженедельно встречаясь, обсуждали те проблемы, которые волнуют, те проблемы, которые возникают. И, как ни странно, в ходе общения с друг с другом, многие предприятия находили решение тут же, мгновенно, потому что те или иные компетенции, оказывается, у нас были в наличии на смежных предприятиях. А раньше не знали. А раньше не знали. Поэтому вот такие подходы, такие, казалось бы, простейшие, человеческие составляющие, как и общение, позволяли в том числе выходить из положения. Ну, а в целом, я бы так уже сказал, даже вопрос у нас встал не импортозамещения, а технологического суверенитета. У нас, конечно же, идет, можно сказать, с одной стороны, планово. Мы очень серьезно работали над программой импортозамещения ранее, но сейчас, переходя уже в режим обеспечения технологического суверенитета, конечно же, динамика реализации всех начатых процессов, она ускорилась в разы. И мы движемся таким образом, что на сегодняшний день импортозависимость по многим направлениям, она снизилась от 4 до 10 раз. Поэтому, в целом, очень хорошие результаты. И, конечно же, здесь очень важно не останавливаться. А 24 июня – День Республики. Вот такой вопрос. Что готовите к этому празднику в Республике? Может быть, какие-то мероприятия вне региона вы организуете? Да, очень большое количество мероприятий. Традиционно у нас проходит ко Дню Республики. И, как правило, эти мероприятия начинаются заблагодаривыми. Можно сказать, весь июнь мы посвящаем Дню Республики. И мероприятия, так или иначе, конечно же, посвящены вот к этой такой праздничной даче. И, как правило, мероприятия, конечно же, они имеют, наверное, два основных трек. Это культурный трек и деловой трек. Культурный трек имеет также традиционные мероприятия. Это, прежде всего, родники России, когда чуваши собираются. В этом году уже, по-моему, более 30 раз коллективы народного творчества из разных регионов. И это такая большая волна разнонародья, разнокультурья, палитра вот этих песен, плясок, цветов. Ну и вот буквально сегодня заканчивается кинофестиваль, традиционный в этом году, 16-й кинофестиваль. Ну и, конечно же, есть отдельные мероприятия, которые посвящены к текущему году. Ввиду того, что в этом году у нас год счастливого детства, конечно же, много будет мероприятий, посвящены именно детям, их творческому. В том числе будет проходить такое мероприятие, как Ачапыча Акадуй. Ачапыча – это дети, детвора. Акадуй – это наш традиционный национальный праздник, который празднуется после проведения весеннополевых работ. Это мероприятие тоже проводится уже, по-моему, шестой или седьмой раз. Имеет великолепную популярность и очень эффектно вписывается в палитру всех мероприятий. Деловая часть, как правило, затрагивает такую некую общую тематику. И в этом году мы посвятили Чебоксарский экономический форум ИСЖи Повестки. Мы в этом году утвердили концепцию устойчивого развития, уже утвердили ряд отраслевых стандартов и императивов, в рамках которых оцениваем те или иные бизнес-проекты с точки зрения используемых технологий, так, чтобы они не вредили экологии сегодня. И мы, соответствующим образом, скажем, придерживались экологической повестки и других стандартов социальной ориентированности. Не менее, мне кажется, таким фееричным из всех точек зрения будет проходить мероприятие. Это 25-й юбилейный форум предприятий-производителей фейерверков будет сопровождаться еще фестивалем фейерверков. Будет очень красочно и эффектно, так что приезжайте. Редакция Федерал Пресс делает проект про коренные народы России. И мы хотели как раз подробнее восстановиться на Чуваших. Что бы вы сказали всей стране представлять Чувашский народ? Какие они, на ваш взгляд, по характеру? Чем хороши, может быть? Ну, Чувашский народ, это, прежде всего, наверное, выделяет трудолюбие, скромность, умение ценить и, наверное, дорожить как своими традициями, так и традиции других народов, которые находятся в большой семье русского мира. А вот в частности, да, 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 в Чувашской республике проживает 128 народов и национальностей. И у нас всегда жили все дружно, и человек любой национальности мог реализовать себе в любой сфере. Так есть, так было, так и будет всегда. Ну, и, конечно же, Чуваши люди очень надежные, я бы так сказал. Надежные во всех делах. И здесь можно проследить историю, нашу историю, большую историю вообще русского мира. И на разных этапах Чуваши всегда были надежным элементом большой команды народов СССР, Российской империи, современной России для того, чтобы решать те или иные задачи в разные эпохи развития. Будь то Великая Отечественная война. У нас 71 герой Советского Союза, 5 полных кавалеров ордена, 208 тысяч ушло на фронт. Из них 57 тысяч получили награды разного достоинства. Вот песня на безымянной высоте посвящена 139-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на территории Чувашской республики. И эти 18 ребят из этой дивизии, вот, скажем так, совершили вот такой подвиг. Он, конечно, был свойственен многим ребятам в это время. Но именно вот эта история на безымянной высоте под Калугой, она вот получила в итоге для глави 100 строки этой песни. Поэтому вот такой народ Чуваши. И мне кажется, еще Чуваши народ, который всегда чтит, как уже сказал, традиции, а самое главное, верит лучше. Редактор субтитров А.Семкин